И всем привет! Меня зовут Лена Крупина. И сегодня у нас с вами подборка самых интересных новостей из мира гимнастики за последнее время. И надо сказать, подборка собралась сегодня очень горячая. Так, в видео поговорим об исключении сборной Украины Влада Никольченко, о шестиборье в России, о живности в Новогорске, о принуждениях отказаться от игры дружбы в России, о завершении карьеры Дины и Арины Авериных и о неожиданной смерти гимнастки Германии. В общем, одна новость шокирует больше другой. Так что давайте разбираться, что и с кем произошло в мире гимнастики. Одна из самых обсуждаемых новостей в мире гимнастики на этой неделе – это, конечно же, слухи о введении шестиборья в России с 1 января 2024 года. Но уже вышли официальные документы, так что теперь это не просто слухи. А гимнастки действительно с 1 января должны будут выступать без предмета, со скакалкой, обручем, мечом, булавами и лентой. Так гимнастки, выступающие по программе КМС и МС, должны будут в обязательном порядке выступать без предмета и со скакалкой. Именно по этим двум упражнениям гимнастки будут отбираться в основное многоборье, где будут выступать с четырьмя видами – обручем, мечом, булавами и лентой. Выполнение разрядов будет происходить по-старому, по результатам четырех видов в многоборье, без скакалки и БП. Но это пока. Продолжительность упражнения может быть от минуты 15 до минут 30. Гимнастки, выступающие по первому разряду, также должны составить все шесть упражнений. Только для них квалификация будет по двум видам, а в основном многоборье они будут выполнять БП и три вида. Для второго разряда такая же система – два вида в квалификации и три вида и БП в многоборье. Из особенного для второго разряда для них обязательно сократили длину всех упражнений. Так гимнастки должны будут выступать не более 1 минуты 15 секунд с каждым упражнением, а ленту смогут использовать от четырех метров. Третий разряд также должен будет обязательно составить скакалку и ленту, по которой будет проходить квалификация. В основном многоборье у гимнасток будет обязательно БП и два вида на выбор из трех – обруча, меча и булав. Ленту также третьему разряду разрешается от четырех метров, и продолжительность должна быть не более минуты 15 секунд. Первый юношеский разряд должен будет выполнять БП и один вид на выбор, в том числе можно будет выбрать ленту. Второй юношеский и третий будут выступать только с БП длиной не больше одной минуты. Так что все идем скупать скакалки. Ну а что же люди думают обо всех этих нововведениях? Наверное, одно из главных беспокойств, что соревнования и так идут очень долго – с утра до поздней ночи. А добавление еще двух видов проблему только усугубляет. Для фанатов проблема, что увеличивается количество соревновательных дней, а трансляция по-прежнему платная. Так, для примера, скоро стартует Кубок России, который будет идти 9 дней. Трансляция – 500 рублей в день. Так, чтобы посмотреть гимнастику, нужно выложить 4500. Для Москвы эта сумма может и не большая, но для регионов просто нереальная. Хотя, я думаю, для некоторых москвичей это тоже перебор. Учитывая, что сейчас и гимнастика с шести упражнениями однозначно подорожает. Здесь уже не только фанатам придется беспокоиться о деньгах, но и родителям, так как это дополнительные два купальника для тех, кто на что-то хочет претендовать, дополнительные постановки и прочие расходы. В последнее время много читаю про то, что гимнастки завершают карьеру раньше времени, потому что не рассчитывают на выполнение каких-то разрядов и опасаются за здоровье с такими нагрузками. С новыми правилами, думаю, еще больше гимнасток захотят закончить карьеру. Неприятное нововведение и для тренеров. Помимо того, что сейчас всем детям нужно переделать программы, перерезать музыку для маленьких детей и составить еще по две новых программы, времени на отработку совсем не остается. Ведь даже сейчас у гимнасток в регионах не хватает времени, чтобы отработать четыре программы, а здесь по факту нужно отработать шесть. Но даже если не касаться регионов, даже в сборной России редкость, что по гимнастке выходили и все четыре вида проходили чисто. То есть даже находясь в зале 24 на 7, у гимнасток нет времени нормально обкатать четыре программы и для меня введение еще дополнительных двух вообще непонятный факт. Ну а что же я думаю обо всем этом? Про скакалку у мастеров и кандидатов точно здорово. Я сама очень любила этот вид и тренироваться и выступать с ним. Но вот на данный момент есть нерешенная проблема это трансляции. Скакалку так и не видно на плохих трансляциях, так что этот момент нужно срочно решать при введении этого вида. БП у мастеров, честно, я не в восторге. На кучу алиментов я насмотрелась и в обычных программах с нашими правилами. Если бы правила в России были фишевские, где больше предмета, тогда это было бы что-то интересное. А так, например, у той же Лалы Крамаренко по факту ничего не изменится, просто она уберет мяч из руки. Я в гимнастике больше 20 лет и мне интереснее смотреть на какие-то интересные находки по предмету. Я бы лучше тратила время на поиск таких вещей. На какие-то вау-эффекты, интересные находки по музыке, ввязывание предметов, движение тела, а не типичный нестабильный баланс в руке на тысячи поворотов. Элементы из года в год примерно одни и те же, но разве что ножку согнут, и будто новый элемент. Предмет в этом плане дает больше вариаций, поэтому мне кажется, что его развивать намного важнее. Шестиборе для судей, думаю, будет тяжелое испытание. Все-таки надеюсь, что придумают какое-то разделение, чтобы судья работал хотя бы по полдня. Там ведь даже коленочки не подогнуть, приходится сидеть как в офисе на попе. Детям придется отработать еще две программы. Если БП мастера отрабатывать точно не будут, то один вид точно придется полноценно включить в подготовку. Но, с другой стороны, мы в свое время делали кучу элементов и не ныли. Просто не знали, что можно по-другому. Все-таки дети мыслят иначе, чем взрослые. То, что соревнования будут идти до 12 ночи для меня, как гимнастки, это было бы прикольно. Мне нравилось подольше оставаться в зале. Но вот для судей, родителей и тренеров, думаю, это не прикольно, если у них есть своя жизнь помимо гимнастики. Тренерам придется, конечно, поднапрячься, чтобы пересобрать программы всем детям. Но могут мастера помочь, по крайней мере, с малышами точно. Лента для юных разрядов будет по кайфу. Все же дети мечтают с лентой попрыгать поскорее. Пока ленту в руки не возьмут и не начнут с ней нормально тренироваться. В целом, про необходимость шести видов я не уверена, что это прям нужно. Может, стоит вернуться к тому, что гимнастки могут сами выбирать, с каким видом выступать. Либо настроить систему так, чтобы каждый год рождения мог поработать со всеми видами. Ну и про количество соревновательных дней. Если оно все-таки увеличится, то это вообще не прикольно. Ну или сделайте уже бесплатные трансляции на постоянной основе. И перестаньте запрещать использовать видео. 9 дней турнира точно удобнее посмотреть в кратких выжимках, чем в 12-часовых трансляциях. А в новостях ничего интересного не скажут. Но потери и завалы это самое интересное. Все до сих пор обсуждают потерю Яны Кудрявцевой, а как она другие виды прошла, даже не вспоминают. Я думаю, уже пора принять этот факт, что именно потери интересны в гимнастике. Ну, после красоты, конечно. Все больше намеков на то, что Дина и Арина Аверины больше не тренируются. Так недавно вышел кружочек в их соцсетях, где Ирина Александровна Винер сказала, что давно не видела девочек и что теперь у них свои жизненные дороги. Я так счастлива, что я вижу моих любимых, самых любимых детей, Дину и Арину. Я их так давно не видела, они теперь уже стали взрослые, у них свои жизненные дороги, они по ним с успехом идут, они такие умницы, они кончили все возможные институты. И теперь специалисты во всех областях. Но самые большие специалисты они были в художественной гимнастике. И я надеюсь, что когда-нибудь они снова вернутся в зал и будут тренировать маленьких деток. Официальных заявлений от Дины и Арины о завершении карьеры так и не было. Но думаю, Олимпиада им не светит, учитывая условия фиш о допуске. А если вспоминать выпуск Никиты Нагорного, то без Олимпиады девочки тренироваться не планируют. Так что мне кажется, это уже просто вопрос времени, когда мы услышим слова о завершении карьеры. Тем временем на одном из спортивных сайтов появилось высказывание сотрудника МОК об играх дружбы, которые планируют провести в России. Так Джейм Маклауд сказал, что участие в подобных играх противоречило бы рекомендации МОК. И по факту не прямо, но открыто намекнул, что участвовать спортсменам из разных стран в наших играх нельзя. Учитывая, что эту цитату СМИ не растиражировали, то в ее правдивости можно сомневаться, так как МОК недавно заявлял о появлении фальшивых новостей. Но думаю, в целом, даже если это не настоящие слова, то по факту вероятность очень мала, чтобы реальные топовые спортсмены приехали на наши соревнования. Учитывая те же международные турниры, которые сейчас устраивают в России. Но не исключено, что с января 2024 года что-то может и измениться. Но пока перспективы не особо радужные и про допуск, и про турниры в России. Ну а в Новогорске были замечены тараканы. Причем не просто бегающие, а в еде. В прыгуни с шестом Полина Кнорс опубликовала видео с насекомым из столовой базы Новогорска. Вице-президент Федерации легкой атлетики России прокомментировала видео Полины, сказав, что тараканы не так страшны, как нашествие клопов в Париже. Ну и здесь самое время устроить опрос. Кто же бесит больше вас? Клопы или все-таки тараканы? Ну а лично меня условия фиш по допуску России и Беларуси. В конце ноября должен был состояться турнир Небесная Грация. Тот самый турнир, на котором экспериментируют с правилами. Правда, для меня он теперь немного потерял смысл, так как в России эти эксперименты вынесли в формате для всех. Да и в Сочи недавно прошел турнир также по правилам ассоциации Небесная Грация. Но турнир все равно состоится, правда теперь не в Шанхае, а в Пекине и не в ноябре, а с 15 по 17 декабря. Кстати, еще один любопытный факт, о котором в СМИ особо не писали, но о котором мы прочитали в одном телеграм-канале. Так, Алина Кабаева и ее ассоциация теперь наравне имеют права с Всероссийской Федерацией художественной гимнастикой. Новая ЕВСК должна разрабатываться во взаимодействии с Ассоциацией Небесная Грация, календарный план, а также новое правило в нашем виде спорта. Ну а также положения к турнирам теперь могут разрабатываться Всероссийской Федерацией либо ассоциацией. Любопытный момент, что ассоциацию в документах предлагается упоминать просто как физкультурно-спортивную организацию. Не знаю, с чем это связано, но у меня мысли только, чтобы особо не привлекать внимание, что теперь в Российской художественной гимнастике появилась полноценная вторая ветвь власти под руководством Алины Кабаевой. По факту у нее теперь есть правовые рычаги по решению каких-либо вопросов в гимнастике. Причем для меня этот момент очень странный, ведь очень долгое время Ирина Александровна говорила, что готова уступить свое место Алине Кабаевой. И зачем эти изменения от Министерства спорта, мне пока непонятно. Но будем следить еще и за этим. Ну а для тех, кто переживает за Джульетту Канталупи, тренера Софии Рафаэли и Милены Балдасари, появилась официальная информация, что она подписала контракт в Израиле и теперь официально работает с юниорами. Для тех, кто пропустил эту историю, о ней есть отдельное видео на канале. Ну и еще один скандал произошел буквально пару дней назад с украинской гимнасткой Владой Никольченко, которая после турнира и мастер-классов Польши написала в своих соцсетях, что ненавидит всей душой Польшу и всех людей, живущих в ней. И также добавила, что она в Польше только потому, что в Украине закрыли аэропорт. Эта сториз привлекла огромное количество внимания. Влада уже не первый раз высказывается неоднозначно в своих соцсетях, но впервые за этим последовали такие действия со стороны Федерации. Так, почти моментально вице-президент Федерации гимнастики Украины и директор школы Дерюгиных Ирина Блохина принесла извинения за Владу, а также пообещала официальное письмо с извинениями от самой Влады. Также спустя небольшое время Влада принесла извинения, сказав, что это был психологический срыв из-за обстановки в ее стране. Она сказала, что сожалеет и не хотела никого обидеть. И сказала это не она, а эмоции в ней. Однако на извинениях дело не закончилось. Против Влада завели дисциплинарное дело и в результате чего исключили из состава сборной Украины. Об этом сказал министр молодежи и спорта Украины, дополнив, что в условиях, когда на международной арене правительство и президент Украины укрепляет отношения с другими странами, подобные сообщения от членов сборной недопустимы и не могут остаться без реакции. Ну а теперь, наверное, к самой неожиданной и шокирующей новости за последнее время. Скончалась Мия София Литке, гимнастка сборной Германии. Ей было всего 16 лет и, как написали в немецких СМИ, смерть была неожиданной. Мия являлась членом сборной Германии и только в начале этого года перешла в центр национальной команды. До этого она 6 лет тренировалась в Берлине. В 2022 году она становилась чемпионкой и призеркой Германии среди юниоров. На нее возлагали большие надежды, а она мечтала о том, чтобы попасть на Олимпиаду в 2028 году. Но ее жизнь закончилась раньше, чем она смогла исполнить свои мечты. Официальной версии нет. Кто-то пишет, что на тренировке что-то случилось с сердцем, но учитывая, что гимнастка несовершеннолетняя, возможно, семья примет решение оставить эту информацию конфиденциальной. Искреннее соболезнование всем родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова